Добрый вечер! Мы тоже об этом поговорим. Отец Мини, добрый вечер! Добрый вечер! Для начала уже по нашей доброй традиции предлагаю, прошу вас прочитать отрывок Евангелия, чтобы людям было понятно, о чем идет речь. Ну да, напомним, так сказать, откуда сама тема. Да, то есть это Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне», тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ, «Истинно, говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне», тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня», тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе», тогда скажет им в ответ, «Истинно, говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Ну, достаточно простая, да, притча, понятная. Кто такие меньшие, для кого мы должны делать? Ну, действительно, здесь все просто и ясно в этой притче, и речь идет о суде, в котором будет сам Господь выседать на престоле славы, и сам Господь уже будет не по милосердию, а по своей правосудию, по своей правде и истине оценивать жизнь каждого из меньших, то есть из людей, населяющих землю. И, конечно же, про этих меньших он и говорит, что если мы одному из людей, которые так или иначе у нас просили, или, может быть, не просили, но рядом с нами находились в беде, мы не помогли, не откликнулись на его скорбь, на его беду, помощью какой-либо не оказали ему, не протянули руку помощи, то здесь как раз Господь говорит, что мы самому Господу, стоящему за этим человеком, не оказали помощи. И поэтому надо быть очень внимательным, когда рядом с нами происходят какие-то скорбные события с кем-то, когда кто-то к нам обращается с просьбой, или, может быть, не обращается, но мы видим и знаем о его беде, то надо всё-таки проявить своё сердечное участие в этом, ну, хотя бы молитвой, хотя бы словом, а лучше, конечно, делом помочь тому или иному человеку, потому что через это мы воздаём Господу доброе. И, как Господь сам говорит, старицу Он вознаградит, вернёт то, что мы дали Ему, то есть Его меньшим людям, нуждающимся. Это надо помнить в течение всей своей жизни, потому что часто мы забываем вот этот закон Божий и считаем, что все люди вокруг нас, ну, они сами по себе, я сам по себе, и почему я должен кому-либо помогать, почему я должен откликаться на чьи-то просьбы, молитвы или ещё что-либо. Зачем? Что мне от этого будет? Вот именно это и будет прощение от Господа, будет грехов и спасение уже в вечности. Не в этой жизни, потому что эта жизнь, она мимолетная, и то, что мы здесь приобретаем, оно очень быстро испаряется, исчезает или истлевает. А вот то, что мы накапливаем в своей душе, то есть ту любовь, то участие сердечное в жизни других людей и проявляем эту любовь в делах, вот это с нами уже в вечности уходит, потому что сам Господь есть любовь. И мы, когда свою любовь проявляем так или иначе, другим окружающим нас, мы становимся чадами Божьими, мы становимся его слугами или рабами. Это уже зависит от того, с каким усердием, с каким участием мы в этом будем участвовать. А вообще спасение человека, оно лично совершается или коллективно? Конечно же, как Блаженная Матронушка, память которой была недавно, сказала, что каждая овечка будет подвешена за свой хвостик, то есть каждый будет отвечать за те дела, которые он совершил лично. Но есть еще, так сказать, спасительный корабль, который создал сам Господь, Церковь Христова, которая также помогает нам спасаться. Она содержит таинства, данные самим Богом. Она молится за всех чад своих, которых родила в купеле крещения. И не только о живых молится, но и о усопших молится. Поэтому, конечно же, здесь двоякое действие оказывается на судьбу человека. Это его личное, так сказать, волеизъявление и участие в церкви в его жизни. Молитвами или какими-то делами, или таинствами. Так или иначе, церковь в любом случае помогает человеку спасаться. Почему последний день Господень называется страшным судом? Ну, вообще, любой суд страшен. Даже на экзамен, когда человек идет или приемную комиссию посещает, или еще что-то такое, от чего зависит будущее, его с ним происходит, уже страшно. А тут уже не на год, два или пять лет учебы в институте, или выпускные экзамены в школе. Нет, здесь речь идет о вечности. То есть страшный суд – это то событие, которое подытожит всю жизнь человека на земле. И в зависимости от этого итога человеку будет воздано старицей, либо он пойдет в Царство Небесное, либо он пойдет в ад. Вот это третьего места не дано. То есть два места всего лишь. С Богом, то есть Царство Небесное, или без Бога в аду. Поэтому очень страшно будет. Тем более, что каждый человек верит он сейчас в Бога, не верит, слушает он Его заповеди, не слушает, участвует он в каких-то других, так сказать, добрых делах, или не участвует. Все равно он предстанет на этом страшном суде, вне зависимости от его вероисповедания, и на этом страшном суде ему придется дать ответ в своих поступках. Конечно же, это ужасает своей неумолимостью, то есть мы хотим, мы этого не хотим, мы этого избежать не сможем, этого страшного суда. И независимостью ужасает, что там уже не подкупишь, не договоришься, там уже кается поздно, там нету покаяния человеческого, там молить поздно, потому что время молитв здесь, в земной жизни, а там уже жизнь вечная. И, соответственно, уже изменить ничего невозможно. На страшном суде уже ничего человек не изменит в своей участи, поэтому он тоже страшный, ужасающий суд. Кроме того, конечно же, само воззрение на Господа, оно уже ужасает. Если ангелы, совершенно чистые существа, служащие Господу во время всего своего существования, если они с ужасом взирают на Господа, то как же мы-то будем на него взирать? В своих грехах, в своем нечестии, в своих скверностях. У нас ужас будет еще больший. То есть вот из этих всех моментов и складывается страшность, ужасающая страшность этого суда, поэтому он так и называется – страшный суд. А как может быть яростным, страшный суд, когда Господь есть любовь? Как это сочетается? Ну, конечно же, Бог есть любовь, и это неоспоримо, но Бог есть и огонь, Бог есть и истина, Бог есть и правосудие, и еще множество качеств благочестивых у Господа есть. И все эти качества, Бог есть и свет, все эти качества проявятся именно в тот момент, когда мы его увидим лицом к лицу. Не как сейчас сокрыт Господь от нас. То есть время веры уже пройдет, да? Уже не будет ни веры, ни надежды, ни добрых дел уже не будет, ничего не будет, ни молитв не будет, ни покаяния не будет, ни исправления ошибок, ничего уже не будет. Время исчезнет. То есть страшный суд – это момент, когда время, которое сейчас мы даже не ценим, ну вот течет, оно и течет, а иногда говорим, «Эх, быстрее бы время прошло». Вот тогда это качество нашей жизни, временные границы, они исчезнут. Мы станем вечными, мы уже не сможем, а если не сможем существовать во времени, а если нет времени, то нет и изменений. Поэтому измениться мы уже не сможем. И Господь по своей любви, конечно же, в любом случае по любви, даже те, кто идут в ад, как это ни странно звучит, они туда идут по любви, потому что им с Богом существовать будет намного тяжелее, чем в аду. Невыносимо даже. Невыносимо в том плане, что, ну как вот, ну если человек привык жить во тьме, ну вот есть животные там или растения, живущие во тьме, они ночные, да, такие существа, днем они просто умрут на солнце, поэтому они прячутся в пещерках, каких-то там дуплах, каких-то норках, чтобы днем отсыпаться и не появляться на свету. Да и как сейчас, да, люди ведь не идут в храм, хотя храм – это прообраз царства, да, Божий? Да, это те оазисы, те кусочки царства небесного, которые здесь на земле Господь рассеял, чтобы мы могли в них приходить и хоть чуть-чуть отдохнуть от иссушающего безбожия, которое везде и всюду. А в этих оазисах мы можем приложиться к источнику таинств Божьих и напиться благодатью Божией через причастие, через молитвы, через покаяние очиститься, исцелиться, да. Да, и как сейчас они не хотят идти в храм, то и потом, как они вот захотят с Господом быть? Да, а потом еще тяжелее. Если сейчас тяжело в храм зайти грешнику, который привык скрывать свои дела во тьме, чтобы никто не знал, чем он занимается, чтобы никто не ведал, он никому не признается в своих грехах, а некоторые даже еще и хвалятся своими грехами и говорят, именно так и надо жить. И это ужасает тем осквернением, которое вошло уже в привычку, которое стало уже натурой, человеческим естеством. Конечно же, такой человек оскверненный и преобразившийся вот в такого, можно сказать, в беса, как он будет жить перед лицем Божиим, постоянно присутствующим в Царстве Небесном. Его будет обжигать благодать Божия, не давать благодатное услождение, а давать обжигающие прикосновения хуже, чем гиенский огонь обжигающие. Поэтому Господь по любви к людям, избравшим жизнь безбожную, Он создал им место без Бога, то есть ад, и туда они и пойдут. Вот я сейчас попрошу вас ответить на такие вопросы, то есть от людей, которые не ходят в церковь, которые считают себя неверующими, говорят о том. Вот они, несколько таких обоснований. Одно из них, они не верят в слова Евангелия, потому что они говорят, ну это, наверное, это какие-то человеческие чувства, какие-то человеческие мысли были. И, в общем, почему мы должны верить в Евангелие? Кроме того, например, за века оно было несколько раз переписано. Вот что можно такое сказать? Ну, во-первых, историческое лицо Христа подтверждено историками. То есть даже вот если мы берем, что, ну вот Евангелие якобы кто-то там переписал, но даже если оно переписано, оно все равно было кем-то написано, то есть оно все равно появилось во времена Христа, да, или чуть позже, после того, как уже апостолы это написали. Это первое. Второе. То есть историчность личности Христа уже дает право тому, чтобы мы читали Евангелие. Второе. Сейчас, по-моему, около трех тысяч списков, древнейших списков Евангелия, ну наподобие Синайского кодекса, который хранится на горе Синай, да, в Екатеринском монастыре. Он с IV века существует. При Иустинеане император Римской империи был построен, и туда же было подарено это Евангелие, написанное золотыми словами еще на пергаменте. И там оно и находится до сих пор. И текст вот этих древнейших Евангелий, их трех тысяч, около трех тысяч этих Евангелий, тексты, если сравнить с сегодняшним Евангелем, они неразличимы. То есть одно и то же написано, что там, что здесь. Это тоже, так сказать, археологические находки. Это архивные доказательства того, что Евангелие правильное. И человек, который говорит, что Евангелие все переписано, он просто, ну, дилетант, можно так сказать, если не профан. Потому что он не знает этих всех исторических моментов. Кроме этого. Но есть ведь и Пятые Евангелия. Но мы знаем четыре Евангелия, которые можно читать. Это от Матфея, от Луки, от Марка, от Иоанна написаны. Но есть же Пятые Евангелия. Это та самая плащаница Туринская, которая находится в Турине и которая раз в семь лет износится для общего обозрения, чтобы люди видели лик Христа, отобразившийся на Туринской плащанице. Это же ткань, на которой неизвестным образом запечатлен облик Христа после его снятия с креста. Собственно, с этого облика и были скопированы все иконы Спасителя. А это как? Тоже отрицать? Но также сохранен и плат, который было завернуто лицо Христа в пещерке, в гробе Господнем. Этот плат тоже сохранен. И эти все, еще множество различных моментов и доказательств, но те же мощи святых апостолов, они же существуют. То есть есть тела усопших апостолов, которые можно приложиться. Как мы можем приложиться к преподобному Сергию или преподобному Серафиму Сарусскому. Также можно приложиться к мощам апостолов. Но если есть эти люди, если есть их тела, тот же Лазарь Четверодневный, которого Господь воскресил, ведь его мощи до сих пор, можно к ним приехать, приложиться, существует мощи Лазаря Четверодневного, которого воскресил Господь, из могилы, четыре дня лежавшего в могиле вывел. Как не верить этому всему? Это же факты исторические. Можно только в одном случае не верить. Просто если зажмуриться и сказать, нет, этого ничего нет. Не-не-не, я верить в это не могу, и не хочу, и не буду. Да, причем, ну вот это напоминает, знаете, когда ребенка кто-то обидел там, или что-то ему не понравилось, он прячется от этого человека и не хочет с ним общаться. То есть вот такие люди мне напоминают детей неразумных, которые вместо того, чтобы рассмотреть полностью весь вопрос, расставить все точки над «и», они зажмуриваются и говорят, нет, ничего. Ну, та самая страусиная политика, песок в голову, и все. И ничего нету для меня. На самом деле все есть. И это нету только для тех людей, которые не хотят, не имеют желания все это увидеть. Но Господь никому и не навязывается. Ведь если так размышлять, то Господь мог бы, ну вот как мы видим, солнце, да? Никто же не сомневается, когда тучки закрыли солнце, что солнца нету. Никто в этом не сомневается. Нет, солнце есть, просто сейчас вот тучки на него набежали на какое-то время, потом они уйдут, и появится солнышко. Вот Господь, Он точно так же сейчас сокрыт от нас, опять же, по любви к нам, чтобы не ужасать нас своим ликом, чтобы мы добровольно, не из страха, не из-за безысходности пришли к Нему, а из-за любви, искали Господа и пришли к Нему. Он сейчас от нас сокрыт, но оставил о себе память в сотворении мира. Ведь никто до сих пор не может объяснить появление жизни на Земле, появление всей Вселенной, появление планеты Земля, появление всех животных и других творений Божьих. Никто же объяснить этого до сих пор не может. Никакая эволюция этого не объясняет, потому что все науки объективно показывают, что эволюция не может существовать, хотя бы по третьему закону термодинамики, закону энтропии. Или по генетическим моментам генетика говорит, что невозможна эволюция, потому что это все прописано буквами, как должен состоять, из чего должен состоять тот или иной вид, организм и прочее. И любое изменение в этом тексте, оно приводит к уродству, а не к какому-то изменению в лучшую сторону. Это тоже памятование о Боге. И если это рассматривать, то, конечно же, невозможно не прийти к выводу, что был творец этого всего, промыслитель, архитектор. И хорошо, вот Евангелие вот так вот, а это куда девать? Вот эти все вопросы. Этих вопросов тысяча. Только если человек хочет на них отвечать, он на них смотрит и старается ответить. Если человек не хочет, он говорит, нет, этих вопросов нет. Я живу для того, чтобы потреблять. Дайте мне, как в Римской империи говорили, хлеба и зрелищ, и больше меня ничего не интересует. Ну да, есть и такой образ жизни. Да, на то, что касается, что Евангелие написано Святым Духом, через людей, через апостолов. Тех самых апостолов, мощи которых до сих пор хранятся. И вот есть свидетельство множества людей, святых отцов, когда они приходили к вере, именно через Евангелие, когда они читали, и сердце откликалось, и они уже не было никаких сомнений. Да там не только это, а сколько через Евангелие там было чудес, когда бесноватые не могли близко подойти к Евангелию, когда, накрывая тот или иной святой Евангелием главу того или иного бесновящего, исцелял его. Сколько этих. Это, почитать, житие просто бесконечное число, можно сказать, таких судеб. И это тоже подтверждение всего этого. Поэтому, повторюсь, наверное, что отрицают истинность Евангелия только те, которые не хотят рассмотреть все вопросы, связанные исторические, археологические, архивные и прочие вопросы, которых мы сейчас вкратце коснулись. Второе утверждение считает излишними церковные обряды, необязательными по отношению к мыслям, о блоге, о вере. Как они говорят, в душе я верю. Зачем нам церковь нужна? Зачем вообще вере обряды? Действительно, человек, который встал на путь отрицания всего и утверждения своего мировоззрения, своей точки зрения, своего подхода, ему, конечно же, ничего не нужно. Он ничего не ищет. Он уже, как говорят, самодостаточен. Мне не надо никаких, так сказать, подсказок. Мне не надо ничего искать. Вот как я сказал, это истина в последней инстанции. Но почему он уверен в этом? Вот откуда гарантии, что то, что он сам себе говорит, вот это так, а не иначе, что это правда? Где он берет гарантию того, что в конце своей жизни на смертном одре он поймет, что вдруг поймет, что оказывается, я сам себя обманывал всю свою жизнь? Когда увидит бесов и ангелов, когда увидит мытарство, когда предстанет на частном суде, что он будет тогда говорить? Зачем же я сам себя обманывал? Зачем я говорил то, чего не знал? Поэтому, когда речь идет о обрядах церковных, мы сразу же обращаемся к тому, откуда мы взяли эти обряды. То есть к Евангелию. Ну, что в обрядность для неверующих людей входит? Это причастие, это исповедь, это пост, это соборование, это венчание и прочие моменты, связанные с церковной жизнью. Откуда все это взялось? Все, что я сейчас перечислил, все написано в Евангелии. Тайные вечери, да, перед крестными мучениями Господь на тайные вечери, что взял хлеб, взял вино, благослово, сказал, это тело мое, это кровь моя. И кто не пьет, не пьет, да, и не ест, не имеет жизни. Потребляйте их в память обо мне. Тот, кто не вкушает тело и крови моей, жизни не имеет. Это слова из Евангелия. Соответственно, если мы отрицаем эти обряды, как в кавычках я скажу, хотя это таинство называется, те, кто это отрицают, он отрицает Евангелие. То есть это последовательность предыдущего вопроса, из него просекает вот этот последующий вопрос. То есть если ты подтверждаешь, что Евангелие истина, значит ты тогда неуклонно подтверждаешь, что надо причащаться. Потому что там все написано, что надо причащаться. Далее. Соборование. Откуда? Оттуда же. При завете, при святере церковное, да помажут елеем больного, и молитва праведного исцелит. То есть это елеем, елеем помазание, да, соборование. Опять же из священного писания. Далее. Исповедь. И дам ключи от Царства Небесного. Кому? Петру, апостолу. То, что ты здесь свяжешь, то связано будет на небе. То, что ты здесь развяжешь, будет развязано на небе. Что он тут связывает? Будет веревки, что ли, какие-то? Или канаты? Нет. Речь идет о судьбах человеческих. Господь ему в другом месте говорит, не бойся, я сделаю тебя ловцом душ человеческих. И связывает или развязывает апостолу Петр в душах человеческих, в их судьбах уже различные моменты. То есть это есть исповедь. Когда человек кается в грехах, ему отпускается тот или иной грех, он здесь отпускается, развязывается этот узелочек. И на небе он развязывается. И наоборот, то, что здесь он связывает апостолу, ну, например, повенчал. Тот или иной брак венчаны, это связал апостол. Значит, и на небе он связывается. Кроме того, опять же, в Евангелии первый брак в Канне Галилейской, который посетил Господь и благословил венчание через брак в Канне Галилейской. Это что, надо вычеркнуть из Евангелия, что ли? Где он сотворил первое чудо, воду в вино преобразил. Что это? Тоже благословение Божие на что? На брак, на венчание. Тоже из Евангелия взято. И так далее. Если все перебрать вот так, по полочкам, то мы увидим, что в церкви-то все на Евангелии основано. Все оттуда взято. А сама служба, ну, если разбирать так же службу, то все молитвы, которые мы читаем, они взяты либо от Господа, Отче наш. Где мы эту молитву взяли? Сами, что ли, придумали? Нет. Опять в Евангелии апостолы спрашивают Господа. Господи, научи нас молиться. Он говорит, молитесь так. И читает молитву Отче наш. С тех пор все мы читаем молитву Отче наш. Начиная с апостолов и кончая сегодняшними временами. Все, кто верует, читают эту молитву. Во Христа верует. И так же остальные все молитвословия, которые использованы в церкви, они так же взяты из преданий или писаний. Псалтырь царь Давид написал. Какие-то каноны, другие святые написали. Акафисты. Службу. Литургия Иоанна Златоустова. Это один из величайших учителей церкви. Почему его еще столпом церкви называют. Иоанн Златоустый, святитель. Который написал ту литургию, которой мы сейчас служим. Так и называется литургия Иоанна Златоустова. Сейчас вот начнется пост. Будем служить другие. И литургия прежде о священных даров. Ее другой святитель написал. И вот везде, как только мы начинаем разбирать, касаться каждого из вопросов, связанных с церковью, мы видим исторические события, стоящие за тем или иным, как называют, обрядом. И евангельские события, и исторические события, и архивные моменты, и археологические моменты, подтверждающие все это. Ну, Канна Галилейская до сих пор есть. Сам пост. Пост. Откуда мы берем 40-дневный пост? Опять же из Евангелия. Сам Господь 40 дней постился после своего крещения. Как же нам не поститься, если Господь, будучи безгрешным, будучи совершенно сыном Божиим, то есть ему-то зачем поститься, но он постился, чтобы нас научить. Он показывал своим примером, как нам надо делать. И в дальнейшем говорил, что род бесовский, с которым мы постоянно воюем в этом мире, изгоняется только постом и молитвой. Это слова Божии. Если мы не будем поститься, как же мы отгоним от себя бесов? Как же мы последуем за Христом, если Он постился, а мы нет? Мы что, сильнее Господа, что ли, духовного? Мы что, чище Господа, что ли? Нет, конечно. Но Он это делал, а мы, значит, не будем делать. Но тоже совершенно какое-то непоследовательное размышление, то есть отрицающий евангельский текст. И так далее. Вот все эти моменты, как в миру называют обрядов, а мы называем таинств церковных, и канонов, и других моментов, связанных с церковной жизнью, все это не случайно, не придумано, а взято из священных писаний и жизни святых. И, конечно же, это уже много тысяч лет. От воскресения Христова уже 2000 лет прошло с лишним. И, конечно же, за эти 2000 лет столько уже святых было, столько уже было событий и откровений Божьих было им, что, конечно же, это все аккумулируется в церкви. Церковь как бы такой сосуд, который аккумулирует в себе благодать Божию, различные события, связанные с жизнями людей и связаны с спасением человеческих жизней, духовным спасением. И это все накопление, которым мы сейчас пользуемся. Да, приходи и бери. А мы, например, все что угодно читаем, те же какие-то книги развлекательные, газеты. Ну, Евангелие мы оформим стороной. Совершенно правильно. Вы прям ответили, почему мы читаем газеты и книжки какие-то и на это, так сказать, особо сил не тратим. Да, оно само по себе легко и непринужденно получается. А вот Евангелие нужно силы тратить, потому что там мы развлекаем себя, а здесь мы себя спасаем. Но если человек спасается, ну, представьте, вот вы в каком-то, ну, не знаю, в джунгли попали внезапно или в море оказались бушующим, да, вы будете спасать свою жизнь. Вы будете прикладывать все силы для того, чтобы не захлебнуться, чтобы вас не съели в джунглях кто-то или там в море акулы не съели. Вам не до развлечений, вам лишь бы спастись. А мы считаем, что мы в этом мире как раз для развлечений находимся. И чем больше я развлекаюсь, тем больше жизнь удалась. Ну, это совершенно неправильный ход рассуждений. Мировоззрение, исходящее из принципа потребительского. То есть я потребляю, и мне для этого нужно вот развлечение, как я уже сказал, римскую эту формулировку, да, хлеб и зрелищ. Но если говорить о страшном суде, если говорить о том, что цель жизни человеческой – это смерть, хотим мы этого, не хотим, но перед нами вот этот краешек стоит, и мы к нему двигаемся неуклонно, с каждой минутой, с каждой секундой, приближаясь к своей смерти. Опять же говорю, хотим, не хотим, но это объективная цель нашего существования – смерть. И если об этом вспомнить, то тут надо как-то спасаться, тут как-то недоразвлечение уже, тут надо как-то думать, а что же вот я к этому экзамену, как я подойду? С набором из казино и из развлекух, всяких каких-то, да, или все-таки с набором добрых дел. Да, и нам приятно, чтобы нас любили, да, чтобы мы получали, а Господь наоборот говорит, вы любите, да, не смотрите, любят ли вас, то есть вы любите, вы отдавайте, вы посещаете больных, вот, в той же притче, да, в страшном суде? Ну да, вот если, так сказать, физику привлечь, да, вот есть там два таких направления, две силы, есть центробежная сила, а есть центростремительная, то есть есть, ну, или из мира, если есть хватательный рефлекс, когда человек притягивает к себе, или, наоборот, когда человек от себя отдаёт что-то. Вот это естественные, так сказать, усилия, которые каждый из нас в этом мире так или иначе использует. Либо он к себе что-то притягивает, либо он от себя что-то отрывает, отдаёт. Вот здесь Господь совершенно чётко указывает, что блаженнее дающее, нежели принимающее, то есть счастливы те, которые отдаёт. Это основополагающее понятие, которое мы должны во всех своих моментах житейских фиксировать. Отдавать, уступать. И там, где мы, наоборот, хватаем и тянем на себя, там мы не спасаемся. А там, где мы отдаём, там мы идём спасительным путём. Как это ни странно звучит. Поэтому, почему странно для многих это звучит, потому что это в корне меняет мировоззрение, потому что нас везде и всюду учат. Бери от жизни всё, не дай себе засохнуть. И так далее. Вот эти вот все известные из рекламных всяких роликов моменты, которые нам вбивают, ежедневно вбивают вот эту идеологию. Но эта идеология погибельная, потому что эта идеология противоречит заповедям Божьим. Надо это знать. Для чего нам исповедь, если Господь и так знает наши грехи? Ну, дело в том, что, конечно же, безусловно, Господь знает наши грехи ещё до того, как мы их совершили. Господь, Он вне времени находится, и Он видит, ну вот представьте, рыбки, плавающие в аквариуме, да. Вот они видят что-то, но не дальше этого аквариума, да. И откуда-то вдруг там корм иногда сыпется на них сверху. Какие-то там изменения в аквариуме происходят, когда вдруг как-то туда опускаются то камушки, то ещё какие-то. Вот так и мы вот в этом аквариуме временном находимся. А Господь вне этого временного аквариума, и Он видит сразу и начало, и конец жизни человека. И, конечно же, Он знает всё, что с нами происходит. И произойдёт, и будет происходить, и произошло. Но дело не в том, что Он знает что-то или не знает. Дело в другом. Дело в том, как наша душа относится к Нему, к Богу. Если наша душа чувствует, что она должна Господу, что всё доброе, что у неё есть, это от Господа, а всё злое, что она производит, это огорчает Господа, то эта душа, естественно, будет просить прощения. Это естественно. Ну как ребёнок, если он, так сказать, проштрафился перед родителями, и если он не просит прощения, ну он плохо воспитанный ребёнок. То есть он совершенно эгоист, которому наплевать на своих родителей. И это мы понимаем. Да, ну как же, он вот сделал плохое дело, мы его учим, ты должен попросить прощения у родителей. Родители ведь знают, что он это сделал. Зачем же тогда ребёнка заставлять просить прощения? А чтобы вот в этом прошении проявилась любовь к родителям, проявилось чувство и осознание, значит, если есть такое чувство, осознание своей неправоты и желания исправления. Вот то же самое по отношению к Богу. Это наш небесный родитель, который знает, что мы и тут проштрафились, там что-то не так совершили. Причём иногда мы сами даже не знаем о том, что мы что-то плохо делаем. Некоторые люди до конца своей жизни не знают, что они грешат, когда живут там, так сказать, без брака, сожительствуют. А разве это плохо? Многие так и говорят. На самом деле это блуд, откровенный грех. Или там аборт, или там, не знаю, воровство, или ещё что-то. Или там сигареты, там винопитие, наркотики. Многие даже не думают, что а что тут такого плохого? Я же никому плохого не делаю, я себе только это делаю. На самом деле это всё грехи. И когда мы это понимаем, что мы грешим против своего естества, а вернее естества, данного нам от Бога, того образа Божия, который в нас заложен, мы против этого образа идём, мы его оскверняем. То есть представьте, если вам дали иконочку, а вы эту иконочку в грязи измазали. Ну как же не попросить за это прощение у того, кто вам эту иконочку подарил? А эта иконочка не в руках, она в вашем сердце. И вы её мажете грязью всякий раз, когда грешите. Но эту иконочку вам вложил не папа и мама, а Господь. И у него-то и надо просить прощения, что Господи, вот ты дал мне свой образ, а я его замарал своими неправильными поступками. Прости меня за это, Господи, и очисти, потому что сами мы очиститься уже не можем. Мы, ну, как компьютер, который так или иначе сломался, он сам себя починить не может. Ему нужен творец компьютера, то есть какой-то программист, какой-то там электрик, который починит его. Так и наша душа. Её создал Господь, только Он знает, как её исцелить и очистить от согрешений и страстей. К этому мы и подходим через размышления о своих грехах и через желание исповедаться. Когда мы идём на исповедь, мы очищаем свою душу, просьбу и ко Господу, а Господь откликнется сразу же на нашу просьбу. Вспомните притчу о блудном сыне. Господь милостивый, любит нас. Поэтому ему достаточно одного, не шага, даже полшага в сторону Господа. Господь уже воспринимает и подхватывает нас, и прощает нам наши грехи, и очищает нас от этих согрешений. Для этого и нужно покаяние, для этого и нужно исповедь, для этого и нужно прощение, прошение о прощении. У нас есть звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Батюшка, благословите. Да, да, Бог благословит. Грядущее воскресенье называется прощенным. Принято друг у друга просить прощения. Как правильно отвечать в ответ? Благодарю вас. Да, спасибо за вопрос. Действительно, у нас такая есть традиция церковная, что перед началом поста, а это понедельник следующей недели, поэтому вот это воскресенье, мы должны у всех, ну, окружающих нас людей, попросить прощения. С какой целью? С целью, чтобы войти в пост с лёгкой душой, не, так сказать, загруженной мыслями, что вот я там что-то человеку там обидел, плохо сделал. Ну, вот чтобы не было это вот внутри отвлечения от нашего прошения, прощения у Господа. То есть мы у людей попросим прощения и здесь как бы очистимся. А теперь следующий шаг – попросить прощения у Господа, чтобы к Пасхе подойти с очищенной душой. Значит, как мы говорим, как мы просим прощения? Простите меня грешного. В ответ – Бог простит, и я вас прощаю, и прошу прощения у вас. То есть каждый подходящий, он является инициатором того, чтобы и другой у него попросил прощения. Таким образом, мы как бы друг друга помогаем забыть все наши ошибки и покрыть их своим прощением друг друга. То есть таким образом мы… Все, что на нас, так сказать, возлагал лукавый сатана, вот все эти интриги, которые нам приходилось, да, так или иначе участвовать в них, вот они все разрушаются сразу же. Когда мы друг у друга попросим прощения, забываем против нас сделанные какие-то слова, поступки там или еще что-либо неприятное сделанное, мы это забываем, прощаем, и все интриги бесов, они разрушаются через это. А не являются ли это таким своеобразным лицемерием, да? То есть вот один день выделили нам, вот мы можем у кого угодно попросить в это прощение, но как тяжело действительно подойти и сказать, ты вот прости меня, вот в любой день, да, и сказать, вот я там что-то не так сделал. Вот здесь получается один день, все подходят, ну прости, хотя сами никто не знает, может быть, за что. Ну, даже в этот день некоторым тяжело попросить прощения. Я знаю это просто по беседам с людьми, когда, а почему я должен у кого-то просить прощения? А вот меня они обидели, а я должен у них просить прощения. Даже некоторые в один день в году не хотят попросить прощения. Вот как это ни странно звучит. Но лицемерием тут это трудно назвать, потому что это же по послушанию делается, по послушанию церкви. То есть церковь всех призывает к этому действию, чтобы облегчить свою душу, да, чтобы убрать вот эти вот трения между людьми, чтобы не было злопамятства внутри своей души. Ну, ты простил, чего злопамятствовать? И так как это сама церковь нам предписывает делать, то здесь лицемерия нет, здесь мы по послушанию, легко нам это или нелегко, думаем мы глубоко или поверхностно думаем, но мы это совершаем. И совершаем не по своей воле, потому что лицемерие – это когда мне выгодно. То есть я подойду, попрошу прощения у человека, а потом, может быть, он мне что-то сделает полезное по карьере или, не знаю, квартиру, или еще что-то такое сделает мне. То есть здесь такого нету. Здесь нету своего интереса в этом, кроме послушания церкви к Господу. А как в такой ситуации, например, быть, когда человек к тебе обидел, у тебя есть на него обида внутри, но человек к тебе не подходит, прощения, соответственно, не просит, он, может быть, даже не понимает, что тебя обидел. А тебе надо в первую очередь самому тебе подойти к этому человеку, который тебя обидел, и попросить у него прощения. Или сделать вид, что ничего нет, и продолжать обижаться. Ну, вот здесь как раз последует механизм, который я перед этим сейчас описывал. То есть, когда ты подходишь к нему попросить прощения, ты просишь, прости меня ради Господа грешного. Человек в ответ на это говорит, Бог тебя простит, и ты меня прости. То есть, и таким образом мы как бы его подталкиваем к прошению, прощению. И да, мы инициаторы. Он, по нашему мнению, он должен быть инициатором. Он же меня обидел, не я. Но если он сам не может, почему нам-то это не проинициировать и первыми не подойти попросить прощения? Наоборот, здесь даже плюс есть. Мы ему помогаем попросить у нас прощения в такой ситуации. На мой взгляд, это очень удобный случай, чтобы снять все вот эти трения между людьми, вне зависимости от того, кто там кого первым, кого обидел. То есть, вот эта вот песочница, «А ты меня первый, вот ты, значит, ты первый прости». Это какой-то детский сад такой напоминает. Кто первый, кто последний. Да мы все друг друга обижаем своими поступками, своими грехами и своим неразумием, да, житейским и таким верующим христиан. Поэтому я думаю, вот об этом вообще даже думать не надо. Кто меня первый обидел, кто меня последний обидел, кого я там чего-то. Надо просто подойти к этому в простоте. Есть такая фраза, там, где просто, там ангелов доста. Там, где сложно, там ни одного. Так вот здесь то же самое. Нужно в простоте подойти и попросить у всех прощения. Не задумываясь, а он, а я, а они, а мы. Это уже с Антабарма начинается. Ну, с мамой, наверное, человек будет легче. Даже обида, наверное, уйдет. Конечно же, когда просит человек прощения у другого человека, ему на душе легче становится. Я повторю то, что перед этим говорил. Зачем все это мы делаем? Чтобы войти в пост с легкой душой, без нагромождения этих злопамятств, каких-то там обидок или еще чего-то. Чтобы душа очистилась. Она думала только о Господе, о спасении, о прощении грехов Господом. О том, чтобы у него и спросить прощение. А не думала, а кто меня обидел, а я вот там так, а мне надо сказать, а мне вот там что-то ответить. Тем так же месть уже начинает там назревать. То есть бес для этого все эти ситуации развивает, чтобы людей стравить, чтобы мстить начали. Мы как часто не мстим, а человека выбрасываем из своей жизни. Отворачиваемся от него. А это и есть месть. Я ничего сделать ему не могу. Ну вот я отвернусь и вообще его даже замечать. У него не существует все. Замечать не буду, его нет. Он умер для меня. Это же тоже месть. Только месть. Но не действием, а взаимоотношением. Отношением к этому человеку совершенно не должным. Без любви и без человеческих каких-то чувств. Как он не существует, если он существует. То есть для нас это звонок, потому что когда мы чувствуем себя виноватым, мы в любое время можем подойти, попросить прощения. А если у нас есть на кого-то обиды, вот для нас это повод, наверное, самим. Тем более подойти, попросить прощения. Наступить на свое самолюбие. Что в первом случае? На свое самолюбие наступить. Да, и здесь мы опять же исцеляемся. Это горькое такое действие, но это лекарство. Лекарства, они все неприятные. Они существуют не для того, чтобы услаждать нас, а для того, чтобы нас исцелять. И вот это тоже лекарство от наших страстей, от гордин, от тщеславия, от обидчивости, от злопамятства. Горькое, но полезное лекарство. Поэтому надо им хотя бы раз в год воспользоваться. У нас осталось совсем немного времени, всего до минутки. Вопрос такой. Многие ли вообще спасутся? Ну, если, опять же, следовать тексту евангельскому, то Господь говорит, что «Не бойся малые стадо, ибо я с вами». То есть малые стадо – это те, кто спасается. Много званых, но мало избранных. К сожалению, не все спасутся. И если следовать вот этому тексту, то спасутся-то малая часть. Не большая часть, а меньшая часть человечества спасется. Почему? По своему нерадению. Потому что большая часть человечества утопает в грехах и в нежелании знать о Боге ничего. То есть нам надо всеми силами пытаться в это малое стадо попасть? Нам надо, вот как человек, попавший в шторм, в бурю, и корабль вот-вот пойдет ко дну, нам надо всеми силами стремиться к спасению, из этой штормовой обстановки как-то выбираться, как-то стараться увидеть маячок и на него как-то плыть, и стараться воду, которая поступает в трюм, вычерпывать. А если я буду просто сидеть и ждать, когда меня кто-то спасет, ну, конечно, не получится. А маяк – это наш Господь, Иисус Христос. Маяк – это Евангелие, маяк – это церковь, маяк – это Господь, к которому мы двигаемся. А кораблик – это наша вера, и из нее надо вычерпывать всю грязь, которая мешает нам плыть. – Ну, заключительное вам слово, всем нам. – Ну, мы уже до упрощенного воскресенья, у нас не будет передачи, поэтому я у всех прошу прощения, пользуясь случаем, и сам, конечно же, с радостью всех прощаю, помоги вам Господи подготовиться к этому посту, провести сейчас свою Масленицу, правильно заговеться, без излишеств, конечно, особых, потому что это… – Без языческих обрядов, всяких сжиганий чучел. – Без всяких наших, да, родимых пятен, да, пережитков прошлого советского и прочего, языческого. Вот, а все-таки в пост войти с верою, надеждой и любовью. Помоги Господи. – Благодарим вас, отец Емени, что вы к нам приехали, приезжайте еще, мы рады вас видеть. – Спасибо, Господи, до свидания. – На сегодня все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok